Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об английском футболе и сосредоточимся на главной новости последних дней. И нет, это не поражение Ливерпуля от Атлетико, это, разумеется, дисквалификация Манчестер Сити, которая может пропустить два года в Лиге Чемпионов, ну, либо в Лиге Европы, если они окажутся на соответствующих местах в английском чемпионате. Это, конечно, многих повергло в шок, потому что, согласитесь, за последние годы мы разочаровались в FIFA, UEFA, остальных футбольных организациях. Мы не особо верили в финансовый фэрплей, потому что Сити, пассажиры и другие клубы тратили по-прежнему огромные суммы и их вроде как никак особо и не наказывали. Но вот первой ласточкой стал Милан, которого отстранили от Еврокубков за излишние траты, за то, что они слишком много теряли денег, не зарабатывая при этом достаточно. И вот Манчестер Сити. Была там масштабная акция, серьезное расследование. И в результате после этого, по всей видимости, UEFA уже не мог отказать. Общественности UEFA был уже вынужден наказать Манчестер Сити. Просто мне все-таки кажется, что до самого последнего времени руководители UEFA и европейского футбола надеялись, что пронесет. Надеялись, что Сити сейчас сам по себе успокоится, перестанет тратить большие деньги и дальше, может, будет забыть, что они там в свое время не пойми, чем занимались. У меня все-таки есть по-прежнему такая стабильная позиция, что катарские шейхи и прочие арабские владельцы, они очень неплохо спонсируют UEFA для того, чтобы тратить столько, сколько их душе угодно. Что в PSG, что в Сити, поэтому у меня было убеждение, что вот эти богатые клубы, они блатные и их наказывать не будут. Но после масштабного расследования не ответить было уже нельзя. Поэтому здесь все вполне себе логично, Сити доигрался, нельзя было так себя вести в условиях финансового фэрплей. И давайте обсудим, что это означает для команды, для их будущего развития и что это означает для всего футбола в принципе. Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Вообще, конечно же, это не первая история, когда клубы наказывают за излишние траты. И не первая история, связанная с большими чемпионатами. Мы помним, например, Малагу, которая была, по-моему, первым клубом из топовых лиг, кого вот так серьезно наказали. У них был шейх Альтани. Опять видите, арабский след. И они тогда потратили масштабные деньги на то, чтобы усилиться. И в итоге пробились в 1-4 финала Лиги Чемпионов. Были в секундах буквально от попадания в 1-2 в матчах с Барусей. То есть команда была близка к успеху. Но дальше их и шейх вот этот кинул. Кстати, Малага сейчас на грани расформирования находится. И дальше еще и финансовый фэйрплей налетел и наказал их дисквалификацией в Еврокубках. Потом был Милан, где появились китайские владельцы, вложили огромные деньги и тоже налетела дисквалификация. То есть серьезные клубы все-таки уже наказывали. Однако на фоне всего этого многие задавали вопрос, а как же ПСЖ? Потратить нам Баппе и Неймара в сумме 400 миллионов и не попасться на финансовый фэйрплей, очень серьезно. Про Манчестер Сити то же самое. Команда, я специально подсчитал, с 12-го года потратила миллиард на усиление команды. И именно миллиард в плане они ушли в минус. Это при том, что не продавали футболистов. Это именно трансферный минус в финансовом балансе. Почему я говорю с 12-го года? Потому что расследование касается именно периода, начиная с 12-го года и того сезона. Потому что дальше коллектив постепенно наращивал финансовые поступления от своих спонсоров, которые оказались завышены, в результате чего реальный финансовый баланс оказался жестко минусовым. И дальше Манчестер Сити уже был вынужден получить вот эту дисквалификацию, потому что отмазаться вариантов не было. Конечно же, мы должны помнить важный нюанс, что впереди еще наверняка будет апелляция, которая по традиции спортивной подается в арбитражный суд в Лозане. И там все это дело могут отменить. Кстати, недавно Невил выступал насчет этого, знаменитый футбольный аналитик, экс-игрок Манчестер Юнайтед, который известен своей любовью к Манчестер Сити. И он сказал, что отмажут. Этих богатей снова отмажут. Ну, поживем, увидим. В любом случае, история неприятная для Сити. И сейчас многие задают вопрос, а что дальше? Как будет развиваться команда? Потому что, например, Милан, если посмотреть, они сразу после Еврокубковой дисквалификации вынуждены были отреагировать в финансовом плане. То есть до дисквалификации они тратили по 160 миллионов в год. По 100 миллионов. Это, опять же, трансферный минус. То есть то, насколько они больше купили, чем продали. А вот в этом сезоне 42 миллиона, то есть уже ограничили финансовые поступления на трансфер. И, скорее всего, Сити придется делать то же самое. При этом футболисты будут уже не так охотно идти в команду, которая не выступает в Еврокубках. То есть придется здесь переплачивать за футболистов, давать им какие-то надбавки, в том числе и в плане зарплаты, чтобы они не так расстраивались. То есть ситуация, прямо скажем, неприятная. При этом хотелось бы отметить, что команда будет пропускать Еврокубки вплоть до сезона 22-23 года. Я специально проверил. К этому моменту из нынешних игроков Сити только у 14 футболистов будут действующие соглашения. У остальных контракты закончатся. И при этом и из этих 14 игроков Волкеру к тому моменту будет 32, к началу сезона 22-23, Гюндагану 31, как и Морезу, как и Кевину Тебройне. Всем им 31 год уже будет. Они будут ветеранами, фактически. И здесь нужно будет как-то адаптироваться под ситуацию. Покупать новых игроков для ротации состава, для того, чтобы расширить скамейку запасных, обойму и так далее. И, что еще важнее, непонятно останется ли Хасеп Гордиола, человек, под которого подгонялся этот состав, под которого покупались новые футболисты и который выстраивал вполне себе конкретный футбол. Два года без Еврокубков для Пеппа? Ну, сомнительное удовольствие, и я, если честно, в это не верю. Разумеется, у Сити будут шансы возродиться, потому что у них есть неплохие активы для продажи, например, тот же самый Санэ. Несмотря на травму, тяжелейшую, он наверняка будет стоить в следующем сезоне очень много. Его можно продать и на вырученные деньги, получить себе новых исполнителей и не нарушать финансовый баланс. Стоунс, по слухам, уже не так интересует Гордиолу и, возможно, его продадут за серьезные деньги. Есть Минди, есть некоторые другие исполнители, которых, в принципе, можно заменить в стартовом составе здесь и сейчас или в будущем за счет новых поступлений новых игроков и, при этом, не уходя в трансферный минус, усилить команду. Но это будет сложно. Это будет сложнее, чем в былые годы, когда Сити мог потратить там по 220 миллионов в одно трансферное окно. Есть, конечно, у них и молодежь, которая в будущем может прибавить. Эрик Гарсия, Фоден. Есть игроки, розданные по арендам. Например, испанец Порро, очень интересный из Вальядолида правый защитник. Может быть, в будущем пригодится и Гвардиола его будет раскрывать. Но все равно здесь нету какого-то мощного глубокого ресурса. И если, например, сравнивать ситуацию Манчестер-Сити с трансферной дисквалификацией Челси, то там у Синих ситуация была в чем-то даже проще, как бы это парадоксально не звучало. Да, они не могли подписывать новых футболистов. Это хуже, чем ситуация в Сити, потому что горожанам просто придется экономить и ограничить свои финансовые аппетиты. А Челси вообще не мог никого подписывать. Но Синие могли найти внутренние резервы, могли вернуть из аренды Эбрахама и Маунта, невероятно талантливых молодых исполнителей, которые сейчас зажгли так, что, знаете, ни у кого нет никаких вопросов, что это топовые исполнители в будущем. И если бы Челси хотел купить себе игроков уровня Маунта и Эбрахама, то за каждого из них, особенно учитывая, что это англичане, и они молодые, пришлось бы платить, я не знаю, там миллионов по 50, по 60 и так далее. То есть Челси при прочих равных потратил бы миллионов 150 или около того на подписание вот этих двух новичков. Просто потому, что это сильные молодые англичане, игроки сборной и так далее. А вот у Сити сейчас не будет такого внутреннего резерва. И им придется выходить на трансферный рынок, где у них достаточно мало финансов. То есть придется кого-то продавать, а эта ситуация уже очень сложная. Ведь нужно искать замену, нужно адаптировать игрока под систему Гвардиолы, а у Хасепа далеко не каждый способен заиграть. В общем, нужно констатировать, что в ближайшее время у Сити могут начаться серьезные проблемы. Они, конечно, не свалятся за пределы там большой шестерки, условно говоря. Я думаю, они удержатся и в зоне Лиги Чемпионов. Они, конечно же, не будут попадать в сам по себе турнир Еврокубковый, но будут хотя бы в верхних строчках турнирной таблицы. Однако дальше им, конечно, предстоит очень тяжелый период для реставрации команды. Сразу после дисквалификации потратить огромные деньги на усиление, они, конечно, не смогут. И не смогут укрепить свой состав под Лигу Чемпионов, там, не знаю, на 300-14 миллионов, условно говоря. И к этому моменту начнут стоять многие действующие звезды. К этому моменту у многих закончатся контракты, потому что у Сити, в принципе, немало игроков-ветеранов уже сейчас, вроде того же самого Фернандини, у которого нужно будет искать замену, а он тут палочкой-выручалочка, который то в центре защиты, то еще где-нибудь играет. Короче говоря, Сити доигрался, Сити сам загнал себя в угол, и если спортивный арбитражный суд в Лозане не отменит эту дисквалификацию, то мы, возможно, увидим очень интересный период у горожан, когда мы и посмотрим, на что они способны без масштабных финансовых вливаний. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Всем удачи и всем пока.